Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Генерал Александр Матовников стал звездой интернета, исполнив стриптиз на камеру. Конечно же, назревает вопрос, а кому этот генерал записывал видео? У нас есть ответ. Думаю, примерно так в России получают звание генерала. Это у них там кастинг такой. На самом деле, можно было не закрывать его части тела. Ну, потому что даже без этого эффекта вы бы ничего не увидели. Так сказать, генерал без достоинства. Прямом и переносном смысле. Я уверен, что Путин очень гордится своим генералом и даже собрал всех своих друзей, чтобы посмотреть на это прекрасное, по его мнению, действо. Ну и конечно, куда же без таких новостей теперь на России? Под председательством Владимира Путина в режиме видеосвязи прошло заседание Российского организационного комитета «Победа». В центре внимания были вопросы, связанные с сохранением исторической памяти. Давайте отставим шутки в сторону, потому что есть сенсация. Стало известно, кому на самом деле генерал Матовников отправлял свои танцы. Кроме этого, вскрылись подробности интимной переписки танцующего генерала с дамой сердца. Правда, есть нюанс. Дама-то оказалась не дамой. Привет, я уже свободен. Привет, набери позже. У меня еще совещание и доклад первому. Жду. Прекрати мне еще работать. Все-все, жду. А я просто напомню, что в Госдуме постоянно продвигают законы о запрете любых проявлений ЛГБТ в России с реальным тюремным сроком. Ждете такой же танец от Шойгу? Ставьте лайк. И как думаете, что теперь будет с этим генералом посмешищем? Напишите в комментариях. Очередной хит от российской пропаганды. В так называемых СМИ России появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» уничтожили танк «Леопард». Цитирую. Первый уничтоженный танк «Леопард». Сегодня в районе села Ягодное бойцами ЧВК «Вагнер» был уничтожен танк «Леопард». Бойцы ЧВК «Вагнер» нанесли удар из ПТУР по немецкому танку. От удара у него оторвало башню. Экипаж, состоящий из польско-немецких наемников, уничтожен. Мда, тут даже Канашенков бы сказал. Ого, даже мне такое в голову не могло прийти. Давайте зайдем в гугл и найдем эту фотографию. Ой, а что это? Так это же фото пятилетней давности. Читаем. В Сирии курды уничтожили турецкий танк. Ой, как неудобно получилось. Фейк в российских СМИ? Да ну, не может быть. Интересно, сколько россиян уже успели отпраздновать эту новость? Хотя, им да и любую новость, они ее проглотят. И пойдут с флагами кричать о своем величии. Такими темпами скоро мы увидим в РосСМИ такие заголовки. ЧВК Вагнер разбили базу укронацистов. Вот что от нее осталось. ЧВК Вагнер захватили несколько биолабораторий, сделанных в форме российских противотанковых пирамидах, для отвлечения внимания. Российские войска не поддались на эту уловку и блестяще завершили операцию. ЧВК Вагнер взяли в плен нескольких иностранных наемников, которые хотели захватить Саратов. Что за страна? Одни галяка танцуют, другие уничтожают вымышленную технику, которой еще нет на поле боя. Одним словом, Россия. А вот это уже неожиданно. Матери погибшего чмобика российской власти подарили дом площадью 300 квадратных метров. Ха-ха-ха. Поверили? Ну вы что, это же Рашка. Матери чмобика починили дверь в уличном туалете и очень этим гордятся. Посмотрите, как они преподносят это событие. Матери одного из мобилизованных парней, жительницы страны Марьинской, сильный ветер создал бытовую проблему. Заметно стесняясь, женщина показала на оторванную ветром дверь уличного туалета. Без лишних разговоров работники муниципального предприятия «Рембыстрой» изготовили и установили новую дверь. Ну, нормальный сыно-дверной бартер получился. А что, теперь хоть сквозняка не будет. А сын что, он свои 25 лет прожил и хватит. Все равно погиб бы от сквозняка. Двери же нормальной не было. А теперь есть. Что-то мне подсказывает, что после фотосессии туалета старую дверь поставят обратно на место. Видели? Вон они ее за туалет аккуратненько поставили. Думаю, не просто так. Деньги есть. А заметили, что на новой двери есть огромная буква «З». Куда ж без нее? Это как бы напоминание. «З» за сына. Мда, рыночный курс сыновей на России в последнее время значительно обвалился. Лада, пельмени, колбаса, туалетная дверь. Дальше будет туалетная бумага и все. За сына будут давать «Спасибо». Но, думаю, это тоже устроит россиянских матерей. Пропагандист Кремля, жалкий актеришка Корчевников, заявил, что весь мир будет благодарен России. «Пасха, и когда она наступит, мы оболзли все от того, как раскроется целый хор голосов, которые начнут говорить правду. Там, на Украине, по миру, даже внутри стран НАТО, о которых, вы спрашиваете, они начнут говорить о своей любви к нашей стране, о благодарности к России. Так что Россия – это последний остров нормальности в этой вселенной». Да-да, вот, смотрим на тебя и прям всем миром понимаем, насколько Россия – остров нормальности. Так что Россия – это последний остров нормальности в этой вселенной. И люди на Украине, которые сегодня живут среди… Ну, так это в апокалипсисе сказано, ты живешь там, где престол сатаны, где живут среди такой лютой пропаганды. Так, если вы ждете шутку, ее не будет. Ну, просто нельзя шутить над такими людьми. Перейдем к следующим новостям из Апоребрика. «Рефия потратила 10 миллиардов рублей на строительство оборонительной линии в Белгородской области». «Хе-хе-хе-хе-хе, ну, неплохое джакузи получилось, я считаю. Это лучшая в мире оборонительная линия, и бюджетненько так. Совсем недорого», – сказал какой-то довольный генерал, запихивая в КАМАЗ мешки с деньгами. «Я даже знаю, какой. Был тут в Рашке один довольный». Спасибо, что смотрели Ньюс 200. С вас лайк и комментарий. С нас следующий выпуск уже послезавтра. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok